Коллеги, слышно, да? Слышно, вижу. Так, да. Прошу прощения за разминочку, запись мы включили. Итак, разберем несколько практических примеров. Поговорим, где брать людей, которые могут нам помочь разобраться в этой области. И как сделать, чтобы у нас все, что мы делаем, будем тренировать нейронки, не вызывало приступов эпилепсии и рака глаз. Почему я в таких термах выражаюсь? Приступы эпилепсии, рак глаз, вначале там оккультная заставка. Дело в том, что эта тема, диплёнинг, она, с одной стороны, она очень-очень-очень сложная. И дальше, вот смотрите, сейчас дальше пойдут слайды, и вам будет становиться все хуже, хуже, хуже. Вы захотите снять наушники, закончить вебинар, уйти. И я вас прошу дотерпеть, дотерпеть несколько слайдов, потому что дальше мы с вами попадем в нирвану, нам станет хорошо, тепло и весело. Дотерпите. Я специально построил вебинар таким образом, чтобы показать другой выход из этой ситуации. То есть сначала будет плохо, но мы все-таки выйдем с вами и окажемся победителями, и поговорим, как же работать с этим. Итак, идем. Пошли дальше. Смотрите, наш мозг, как он устроен? У нас у всех разное образование. Кто-то учился музыке, кто-то учился программированию, кто-то был очкариком, гиком, кто-то учился драться и качался. Потом нас по-разному воспитывали. Кого-то приучали учиться, кого-то приучали сидеть на лекциях, слушать, конспектировать. Кто-то гулял, играл в игры, пил пивко. Мы все это понимаем, и этого уже не поменять. Так нас воспитали. Что делать? Пока для факта. Дальше. Мы с вами помним, что у нас есть левое и правое полушария. Мы помним, что правое полушарие – это музыка, искусство, литература, гуманитарные науки, это ассоциации. Оно близко, правое полушарие, к нейронным сетям. Вот, кстати, интересно, когда вы будете дальше заниматься дипленингом активно, я надеюсь, вы будете после вебинара, уже на этих выходных, тренировать нейронки сами, и смотреть, как они работают прекрасно. Вот, занимаясь дипленингом, мы начинаем, на самом деле, просматриваться к своей психике, мы начинаем себя анализировать, своих коллег, мы видим, как работает наш мозг, мы вдруг начинаем обнаруживать, что мы похожи на нейронные сети, очень похожи. Так вот, пишут, что звука нет. Коллеги, с Линукса, у вас, я думаю, звук есть, да? Есть. Вот, значит, это правое полушарие. Левый полушарий у нас, это логика. Оно близко похоже на компьютер, вычислительный компьютер, на процессор и так далее. То есть, там математика, там строго все, прибавили, сложили, умножили, разделили, но когда возникают задачи, требующие параллельных вычислений, когда нам у нас нужно быстро оценить ситуацию, то левый полушарий у многих просто начинает болеть и блокироваться. То есть, агон надо развивать. Есть люди, которые от рождения, наверное, или, не знаю, с маленького возраста, как некоторые проявляют способность к музыке, к пению, к танцам, так некоторые люди проявляют свои способности в математике, и у них, ну, видно, вот от природы такое развитое левое полушарие. Они хорошо знают числа, они запоминают телефоны, они прекрасно ориентируются в математике, но мы с вами знаем, мы с вами все знаем, что математику в классе тянет 1-2 человека нормально. Вот тянут на уровне, понимают хорошо, и решают примеры, и доказывают теоремы. Во всяком случае, я говорю про нас. Я закончил физико-математический лицей, и в институте у нас математика была, так сказать, ну, образование у нас было, мы инженеры, вот, но математика была. Но, как бы, единицы вообще тянули хорошо, хотя у меня было пятерка по вышке. Таким образом, эта такая штука немножко не для всех левый полушарий. Дальше. Мужчины и женщины, да, мы все знаем, что если женщина будет учиться, развиваться, ее не будут приучать, там, красить ногти 2 часа, там, грим наводить 5 часов, там, и так далее. То есть, если обучат ее заниматься интеллектуальным развитием, она может очень легко превзойти мужчину, благодаря не только развитому муну, но развитой интуиции и эмоциональному интеллекту. Это мы все знаем с вами. Вот у нас же есть куча примеров, там, женщины-ученые, там, Кюри, вот, и так далее, там, вы сами знаете, примеры. То есть, возможно, то есть, я бы не стал тут делить дальше в дип-люнинге, там, мужчины, мы, женщины, мы все можем учиться, учиться можем хорошо, нам только нужно захотеть это делать. И вопрос воспитания. Что мы предпочитаем? Учиться, заниматься, там, ставить опыты, да, либо, там, сидеть, там, смотреть телевизор, либо отвисать в Фейсбуке, да, там, интеллектуально деградируя. Мы сами выбираем свой путь. Дальше. Компетентность. На следующих слайдах многим станет больно, в том числе и мне. Будет ощущение, что мы страдали фигней всю жизнь, и непонятно, чем мы учились, что мы в итоге мало чего вообще знаем. Это ложные ощущения. Смотрите. Получить компетентность, на самом деле, мое мнение личное, можно, занимаясь одной проблемой многие-многие десятилетия. Кто-то менеджер, кто-то зарабатывает деньги, кто-то отличный верстальчик, кто-то отлично играет на музыкальном инструменте. Извините, учиться играть на фортепиано, нужны, не знаю, не один десяток лет. Нормально научиться играть профессионально. То же самое джаз, то же самое программирование. Программирование. Программировать надо учиться всю жизнь. Вот мне 40 лет, и я до сих пор плохо программирую. Хотя люди говорят, что я программирую неплохо. Понимаете, я считаю, что мне надо учиться. То есть нам совершенствование неопределило, но для того, чтобы наработать компетентность, мы уже годы и десятилетия. Поэтому, если мы в науке с вами некомпетентны, ничего страшного тут нет. Мы просто этим не занимаемся. Туда же идет узкая специализация. И еще момент, смотрите. Еще момент, на котором я хотел обратить внимание очень пристальное, это старайтесь обобщать. Вот сейчас вы увидите много деталей, пожалуйста, не циклитесь на них. Не думайте, что на этом все, как бы, мир заканчивается. Постарайтесь за деревьями увидеть лес. Весь вебинар у нас, на самом деле, о том, как увидеть лес за деревьями, как увидеть суть, как увидеть смысл, и как научиться водить машину, не зная ее устройства. Пожалуйста, вот не погружаемся, не проваливаемся в детали. Коллеги, еще. Если у вас будут вопросы по ходу, пожалуйста, пишите. Не стесняйтесь, задавайте ли вы вопросы по дипленингу, по машинному обучению. Я постараюсь ответить на них, как смогу. Итак, идем дальше. Первобытный человек и оружие. Я не зря начал с первобытного человека. Вы все, наверное, думаете, что я воду лью, занимаюсь какой-то ерундой, и про дипленинг не рассказываю. Буду рассказывать, подождите, подождите. Подождите, хардкор будет еще. Смотрите, в дипленинге мы должны помнить, кто мы. Мы, прежде всего, мы люди. И мы воины. Мы выживали в этой природе, которая нас создала. Мы учились драться, учились покорять ее, учились добывать огонь, учились добывать еду. И вот, скажите мне, пожалуйста, представляете, сколько это, десятка тысяч лет назад, первобытные люди, мы с вами. И вот мы ходим с дубинами, полуприкрытые. И вот, если дать нам вот такой пулемет многоствольный. Как вы думаете, мы разберемся, как он работает? Конечно, да. Человеку достаточно, даже в таком состоянии, которому несколько десятков тысяч лет, достаточно дать пулемет, показать один раз, как он стреляет. Все, все. Он начнет косить налево и направо. Он начнет косить зверей, мамотов, динозавров, если они там еще остались в то время. Конечно, нет. Он начнет косить соседние племена. Пожалуйста, давайте задумайтесь над этим. Оружие. То есть, вы понимаете, есть люди, да, есть наука, которая появилась, можно сказать, буквально недавно. Рассвет науки – это несколько сот лет. Несколько сот лет бурно развития науки. До этого науки нормально не было. Была какая-то мистика, оккультизм и так далее. И при этом люди очень быстро обучались пользоваться оружием. И если бы людям дали автоматы, ничего не понятно, как развилась бы цивилизация. То есть, еще раз. Сложное оружие, многоствольный пулемет, непонятно, как работает, непонятно, что внутри, непонятно, что там за физика, математика. Может, там внутри нейронки, дипленик, человек не знает. Но первобутный человек буквально с трех раз обучится им пользоваться и начнет косить налево и направо. Понимаете, в чем суть? Мы люди с вами. Мы войны. Мы умеем драться. Мы умеем побеждать. У нас есть цель, желание и способность учиться. Это очень важно. На следующих слайдах не забывайте, пожалуйста, об этом. Что нам не надо деталей знать. Нам надо объяснить, нажать три кнопки. И в этом красота нас. В этом мы люди. В этом красота нашей природы. Способность суть ухватывать вещей и использовать. Ну что? Идем дальше. Вопросы я пока не вижу. Хватит ли отвода, в общем, да? Конкретика, факты, цифры. Мы пришли послушать про нейронные сети. А тут этого нет. Да, что за фигня? Будет. Итак. Ну вот мы с вами грамотные люди, цивилизованные, да? 21 век, фейсбук, телевизор. И вот у нас задача разобраться в диплёнинге. Конечно же, мы пойдем за книжками. Либо будем слушать курсы, да? На краузере, да? Каузере, либо там на ютубе. Но, казалось бы, да? Вот мы берем книжки. Ну, популярные книжки, которые мы тщательно проработали. Уже, наверное, не один год они у нас, эти книжки болтаются, валяются. Мы их листаем. И не только эти книжки. Ну, вот есть книжки, да? Машина обучения, алгоритмическая перспектива. Да, это Стефана Марслан, да? Это книжка более доступная. Есть Кевина Мёрфи. Это известный очень ученый в академической среде. Прекрасный ученый. Машина лень пробылась к перспективе. Вот. Ну, есть книжечки по нейронным сетям. Есть на Каузере, да, эти видео. Но, как бы, если вы туда эти книжки открывали, если вы пытались их понять, вы, наверное, сейчас поймете, о чем я хочу сказать. Дело в том, что... Так, коллеги, слышно? А то вопросов вообще нет. Так, 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 так. Так, если вы эти книжечки открывали, то даже оглавление приводит в дикий вообще ужас. Эти книжки на самом деле невозможно читать. Они страшно специализированные. Они написаны академическим языком с кучей математических понятий. Вот если я привел пример из книжки Стивена Кевина Мёрфи. Здесь вообще трэш какой-то. То есть я хочу обучить модель, да, я хочу понять, как мне использовать дипленинг для решения бизнес-задач, а тут какой-то вообще трэш. То есть само оглавление по себе, непонятно о чем вообще. Гаусин, модел, да, там, допустим, там, какие-то вообще, вообще ничего не понятно. Потом латентно-линейные модели. Мне понятно здесь практически все. Я в этой области, я не математик, но я много лет там, и с точки зрения инженерии я разобрался здесь в деталях. Но объяснить этого вот сейчас на вебинаре я не могу. Для этого нужно, не знаю, год, наверное, объяснять, решать там тысячи задач. Идем дальше. Если в оглавлении нам непонятно, давайте, давайте-ка, может быть, еще одна мысль. Ну давайте картинки посмотрим, люди. Давайте посмотрим картинки в книжках, и может быть станет понятно. Когда мы будем, когда мы смотрим картинки, связанные с обучением глубоких нервных сетей, с машинным обучением, нам становится еще страшнее. Потому что какие-то, не знаю, оккультные образы, какие-то развороченные изображения полуразмытые. Дальше мы видим графики. Я здесь привел картиночки, очень-очень простые. Здесь такие примерчики в них, как бы. И тут мы понимаем с вами, что здесь что-то вообще связано с, вспоминается аналитическая геометрия в пространстве, кривые, разбиение, дифференцирование. То есть, так, эти картинки, то есть, этими картинками попытались визуально на пальцах, ну, по-детски, как мультиками объяснить, как бы, кратко объяснить, что там написано в формулах. Представляете, о чем книжки-то, да? Уровень книжек вообще. Если мы пойдем, если мы пойдем дальше, ну, понимаете, по оглавлению вообще ничего не понятно. А картинки такие, что вызывают ужас какой-то мистический. Ну, и следующее, значит, мы люди с вами грамотные, цивилизованные, да? Умеем пользоваться компьютерами, вводим машины. Наверное, надо основу понять. Надо понять основы, как это работает. Ну, как работает автомобиль? Ну, блин. Двигательный у нас сгорания, да? Рама, четыре колеса и вперед. Ну, и бензинчик туда льешь. Ну, в принципе, можно объяснить. Вот так сел за чашкой чая, и человек понял. Если мы захотим понять, как работает дипленинг и машинное обучение на уровне основ, коллеги, мы провалимся вообще. Мы провалимся с вами лет на 400 назад, в 17 век, в эпоху Исаака Ньютона, Лебница, в эпоху Эйлера. Потом будем подниматься до Лобачевского. Потом будем подниматься до Андрея Маркова. Это имена великих ученых-математиков. Оказывается, все эти столетия наука развивалась, и чтобы понять, как работает элементарная линейная регрессия, линейная регрессия, ну, то есть, чтобы понять, как работают матрицы в машинном, в дипленинге, надо понять, как работает линейная регрессия, потому что, в принципе, это основа. Чтобы понять, как работает линейная регрессия, не уходите с вебинара, дальше мы попадаем в нирваны, я вас предупреждал. Чтобы понять, как работать линейная регрессия, нужно понять, что такое символ T между W и X, что такое транспонирование транспонирование матрицы векторов понимаете то есть а чтоб понять что такое логистическая регрессия а это основа вообще ну нейронных сетей логистический сигмует нелинейность которую они добавляют то есть я думаю по контексту понимаете что я прекрасно понимаю чем говорю в деталях но я пытаюсь как бы я смеюсь над этим потому что невозможно объяснить и мне кажется это не нужно объяснять надо понять так вот что по логистическая регрессия становится еще хуже надо понимать что такое математическая статистика надо понимать немножко теорию вероятности на уровне основ и становится плохо даже в основах разобраться мы с вами не сейчас не в состоянии и состоянии хорошо еще одна основа до которая кажется ну блин ну тело все программировали когда-то ну все проходили что такое теорема байоса да как фильтровать письма спам не спам коллеги чтобы понять теорему байоса это теорема великого монаха математика английского логика томаса байоса он не знаю много лет на нее потратил это теорема на самом деле она объясняет нам законы логики обычно логики и можно визуально доказать и обрисовать но чтобы понять нужно потратить не один не знаю во всяком случае мне несколько дней хватило чтобы понять как это не сразу и так этапами там каждый год по чуть-чуть вот и там же то есть вы попадаете провалитесь теории вероятности вы проваливаетесь там в математическую статистику вам надо будет понять только плотность распределения плотность распределения вытягивает за собой интегральные дифференциальные счастливы не посадите какой кошмар начинается что же делать что же делать что же делать вот и вообще непонятно что делать то есть какой-то кошмар то есть мы с вами кажется грамотные люди взрослые да тут оказывается чтобы понять элементарные вещи машины обучения а у нас на вебинар 45 минут оказывается что боже 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 да боже короче какой-то кошмар и вот вот у меня тут мистическая темка такая и вот книжки в книжке мы дальше об этой книжке поговорим хорошая книжка вышла буквально несколько месяцев назад эта книжка вне из глава которая говорит о том чтобы понять что книжки идет дальше вам надо прочитать вот эту главу в ней буквально 70 страниц и в ней на пальцах излагается линейного алгебра вектора матрицы и так далее так далее потом излагается кратко теория вероятности информационной теории вот чуть-чуть излагается там дифференциальные счисления и после этого становится более-менее понятно вообще о чем эти формы которые тут дальше книжки я написал дальше и так книжка называется она у меня эта книжка есть я вам ссылочку обязательно дальше будут ссылки конкретики и так и так мы сейчас с вами скорее всего пришли в состояние вот это вот наши актрисы до из фильма убить билла когда кошмар болит голова нет ни черта не понятно против ленинг будет конечно дальше да можно ближе сути вы понимаете ближе к сути можно но я смогу вас начать начать вас кидать теории и буду как не знаю какую-то форму разбирать три часа вебинары нет ни о деталях детали вы посмотрите если захотите в толстых книжках они будут дальше вот а из криминального чтила спасибо да вот короче состояние кошмара да вот теперь тут у меня слайд что может быть теоремки будем доказывать еще да и российской академии наук да и сойдем с ума то есть мы понимаем что этот путь не для нас мы сойдем с вами с ума вот и что-то надо что-то наделать вот поэтому у меня предложение закончить винар да и выпить пиво и потяну футбол если у людей болит голова и нужна конкретика вот либо все-таки я хочу немножко поменять разворот и переменять немножко вектор да и все-таки попрощаться с академией я скажу следующее что пока академия у нас нет времени учиться вот есть люди которые занимаются наукой это вот люди с детства да вот они учатся учатся хорошо они читают книжки вот они эти люди они создают науку они доказывают теорема они формируют базис базис для дип-люнинга для машинного обучения но это удел единиц талантливых единиц мы все с вами тоже талантливый но в разных областях жизни он от каждого свое призвание не надо сейчас переживать что мы вот эти книжки что-то не понимаем к черту они даже фигу тут от чистого сердца поставил давайте пошлем нафиг эти книжки и поговорим о сути захотите прочитаете ссылочки я дам захотите там про карусере пройдите курсы мы сейчас о другом наша задача набраться практического опыта интуитивно понять о чем речь научиться водить машину не понимая как она устроена научиться пользоваться бластером да которые дают первобытным людям пулемет и не париться от того что мы не понимаем детали люди если вы сейчас мы с вами не понимаем детали и дип-люнинга вы их не поймете не хватит 10 лет это не нужно поймите это не нужно суть всех слайдов которые были перед этим объяснить нам всем что не надо париться мы солдаты нам нужен автомат и кнопка стрелять и надо просто интуитивно разобраться понимать как это работает как это использовать все поэтому расслабились входим нирвану повышаем настроение и начинаем разбираться итак берем дубину пошли сейчас мы будем прокачивать мозги надо помнить что мозги наши развиваются смотрим на этого культуриста и так что нам нужно знать прежде всего нам нужно знать книга внизу дип-люнинг орк книга написана тремя профессорами математики но один точный профессор это канадская лаборатория нейронных сетей не будущее сыпать деталями деталей как вы видите в книгах очень много и мы сейчас не зарываемся поэтому по сути что произошло после 2006 года произошло следующее ну вообще что стало происходить последнее время мы стали накапливать большие объемы данных появились большие вычислительные мощности и у нас такой можно сказать экспоненциальный рост объемов данных для того чтобы можно было их анализировать и создавать новые алгоритмы официально считается разными исследователями что прорыв в области машинного обучения произошел примерно в 2006 году он начался с дип-люнинга он начался с глубоких нейронных сетей и были показаны вот примерно 2006 года огромные огромные перспективы в качестве обучения моделей на разных датасетах то есть был прорыв и алгоритмический и технологический после которого это как бы волна пошла вот отметьте 26 год это первое второе что способствовал этому 3 3 волне нейронных сетей я вам не говорил скажу наверное это наверно важная информация волны волна сейчас 3 с нейронными сетями вообще тема такая они периодически как бы встроиться популярными это уже было два раза это было когда 50 60-х года когда была значит кибернетика до появились нейронные сети поигрались бросили не по не поняли что с ними делать потом это было коннекционизм это 80-е годы когда идея создания больших нейронных сетей получила второе свое развитие повестники успехи но опять эта тема как сказать зависла не хватало вычисленных возможностей алгоритмической базы и сейчас 26 года все таки счет я думаю по личному ощущению и по ощущению коллег с которыми мы общаемся все таки вот эта волна 3 которая пошла она кажется что она не затухнет потому что того что случилось последние годы не было за всю историю машин обучения и ром сетей были достигнут такие потрясающие результаты и в распознавании изображений и дальше расскажу деталях в чём что кажется что вот ощущение на самом деле что вот мы на пороге или фактически открыли радиацию помните да кюри открытие радиации потом там изобретать ядерное оружие там рентген огромный прорыв там квантовая физика и так далее ощущение что вот математики в диплюнинге реально вот как будто открыли вот буквально последние годы открыли радиации ощущение огромной революции и сейчас мы видим что крупный вендор эту сетку ломанусь и так на этом слайде мы видим что у нас экспоненциальный объем данных данные выросли дальше идем растут нейроны сети прекрасный слайд он показывает нам что сейчас научились создавать создавать и раньше могли но сейчас появилось железо и сейчас научились обучать большие нейронные сети вот интуитивно надо на данный момент мы с вами на этапе когда количество нейронов нейронной сети в огромной нейронной сети которую создать крупные вендоры там сотни компьютеров не объединены это где-то мы пока не дотягиваем до уровня дорожней лягушки но примерно по оценкам аналитиков где-то к середине этого столетия мы создадим люди создадут нейронную сеть которая приблизится по числу нейронов к головному мозгу человека здесь есть исключение какие то есть на самом деле сейчас игрушечки мы делаем пчелок нейронной сети современно-то пчелки всякие муравьишки там всякие жучки червячки там бактерии до лягушки не дотягиваем но уже до лягушечки скоро дотянем из последних новинок да вот на что способны эти нейронные сети вот смотрите я вам вам не специально не рассказываю всякие всякие вот интересные всякие слайды которые сейчас вы можете найти на хабре и так далее там будут слайды про нейронной сети про истории там про машину тюринга и так далее это вы все почитайте я хочу вас более глубоко сориентировать на борьбу на успех на то что это не так сложно это очень интересно итак из интересных открытий которые совершили в буквально в этом году это победили с помощью нейронных сетей из признанного мастера игры в гу раньше эта игра считалась ну очень трудно для того чтобы не научить играть нейронной сети сейчас победили мастера альфа-го программа это там комплекс был нейронных сетей обучающих по разным технологиям но это дип-леунинг это то о чем мы говорим недавно буквально научили играть нейронную сеть глубокую в игры отаре пока плоские и двухмерные то есть вы представляете что происходит буквально каждый год совершается потрясающее открытие как что в этих открытиях происходит обучается не некий робот ар-2-д-2 его назовем которые у которого мозг напоминает мозг вот не затягивающий до мозга лягушки но при этом он отлично отлично играет в го обыгрывает человека который всю жизнь этим занимался ну по поводу шахмат понятно да компьютеры уже играют шахмат довольно давно вот то есть сразу возникают мысли этого же бота можно научить стрелять хорошо его можно научить классифицировать изображение его можно учить просмотреть фотографии и определять преступников на них или изображение с видеокамер понимаете то есть фактически но уже это началось уже несколько лет как это прет мы научились создавать ботов которые работают с помощью глубокого него consciente не хуже человека в определенных задачах уже то есть а компьютера много железа дешевы много то есть мы уже себя можем окружить ботами полезными которые в большом количестве которые будут помогать нам решать задачи бизнеса зарабатывать деньги дальше мы задачами пока поговорим подробнее какие задачи можно решать и работать лучше людей реально революция искусственного интеллекта сейчас революция такого виртуальный искусства интеллекта который работают лучше людей. Это, на мой взгляд, на следующем слайде видно, виден прорыв. Смотрите. Напоминает ключевое слово, напоминает, не повторяя свои сущности. На самом деле, уже во многих отраслях, в машинном зрении, в распознавании речи, в некоторых задачах анализа текста, в распознавании видео, глубокие модели машинного обучения превосходят, приближаются и практически повторяют человека, а в некоторых задачах превосходят человека, но при этом обыгрывают его в производительности. Понимаете, что? То есть, на самом деле, уже можно людей заменять искусственным интеллектом. Одна эта машинка, один сервер заменит несколько десятков человек, которые просмотрят фотографии. Понимаете, что происходит? Роботизация. Но при этом роботов надо паять, собирать, они там ломаются, они дымят, они дорогие. А здесь программист садится, читает книжку, берет готовый пример, дальше поговорим, пример будет готовый, делает этого робота, и он решает задачи лучше сотен людей. Вот что сейчас происходит, коллеги. На GPU запускайте нейронку, в облаке у вас, она заменяет сотни человек, понимаете, что? Реально заменяет. Уже это началось. Уже поезд поехал. Итак, за последние годы, что мы видим еще? Мы видим резкое сокращение ошибки, которая раньше сопровождала машинобучение. Сейчас модели глубокого машинобучения гораздо точнее, и каждый год они становятся очень все точнее и точнее. Такого не было раньше. То есть, последние несколько лет прям прорыв идет в качестве. Это важно. Это очень вдохновляет, и, вы понимаете, вдохновляет до такой степени, что туда кинулись куча, все вендоры практически крупные. Сейчас Google нанимает ученых, профессоров из Оксфорда, Стэнфорда, канадских институтов, связанных с нейронными сетями. Microsoft нанимает ученых. Недавно Salesforce нанял около нескольких сот человек для создания Эйнштейна, системы искусственного интеллекта. Все сейчас, то есть, реально возвращается уважение, любовь к фундаментальной науке. Специалисты начинают пользоваться спросом, но это как бы хорошо. Но мы с вами пришли не наукой заниматься, но надо же назвать деньги, зарабатывать как можно быстрее. Ну, фактически, надо же назвать оружие, которое будет зарабатывать деньги. Так вот, и дать его партнерам, и вы, чтобы его создали. Так вот, уже появляют, в прошлом году вышла куча фреймворков, мы дальше о них поговорим. Вот, поэтому не надо быть академиком, чтобы это использовать. Дальше немножко более конкретные слайды. Итак, я не буду рассказывать, как работает машинное обучение. Вы это прочитаете. Я вам расскажу, что сейчас из машинного обучения наиболее важно. А важно следующее. Это слайдики, вон ссылочку смотрите, Андрей Карпатова, блог. А сейчас, буквально несколько лет назад, последние, научились эффективно тренировать последовательность, предсказывать последовательность. Раньше машинное обучение работало хорошо на задачах типа классификации, классифицируя изображения по нескольким категориям, определить спам, не спам, фотография порно-не порно, распознай из голоса звук. Это работало, в принципе, хорошо, но глубокие нейронные сети работают лучше. Что сейчас появилось? Появилась возможность работать с последовательностью. Например, практическая безнадача, смотрите, one to many, это второй кейс. Что это такое? Я даю на вход изображения, глубокая нейронная сеть дает на выходе теги, описывающие это изображение. Человек уродит рыбу. Вот что такое. Представляете, возможность. Я по массиву информации, входному, даю какую-то последовательность разного размера. Дальше. Я могу дать на вход, я сейчас вам рассказываю на самом деле про глубокую нейронную сеть, типа рекуррентной нейронной сети. Детали почитайте. Не хочу сейчас проваливаться в деревья, когда мы говорим о лесе. Но вы должны понимать, что стало возможным работать с последовательностями. Очень удобно и интересно. Дальше. Мы на вход даем последовательность, на выходе получаем категорию. Что практически бизнес-кейс. Мы на вход даем последовательность слов, на выходе получаем тональность текста. Отзыв о фирме такой-то текст, отзыв такой-то. Причем в этом кейсе учитывается последовательность слов. Допустим, ну вот еще бизнес-кейс. На вход вы даете вопрос какой-то, а система на выходе дает категорию вопроса. Вот вам, пожалуйста, бизнес-кейс, пожалуйста, чат-бот. Классифицируйте вопросы, пожалуйста, автоматизация CRM телефонных звонков. На выходе последовательность слов, на выходе категория вопроса. Отлично. Учитывается последовательность слов. И третий кейс, самый, наверное, интересный. Это четвертый кейс. Many to many. Классификация. Это популярный сейчас машинный перевод. Когда на вход последовательность на одном языке, на выходе последовательность на другом языке. Забудьте про языки. Это может быть, может быть последовательность, например, в одних действиях, в другие действия. Например, один человек решает задачу так, а другой человек может решить задачу иначе. Тут, пожалуйста, как работает фантазия. Например, эту задачу можно решить с помощью этого интерфейса, сеть предсказывает, как ее можно решить с помощью другого интерфейса. То есть, как угодно. Вы представляете, какого робота можно создать, который обучается на реальных данных, а дальше последовательность превращается в последовательность. И четвертый кейс, это когда у вас идет синхронный перевод, это, ну можно сказать, когда там, допустим, генерация текста идет, да, мы по одному символу предсказываем следующее, дальше у меня будет пример на эту тему, ну то есть, допустим, классификация видео. То есть, раньше, как эти задачи решались раньше? Они решались очень и очень сложно. Для того, чтобы классифицировать что-то в последовательности и последовательность состояния требовалось, обычно для этого использовались, кто знает, это модель Маркова. Модель Маркова, это стахатическая такая вероятностная модель, которая работала не очень хорошо на этих задачах, она, можно сказать, ну, она была гораздо сложнее и она не была такой гибкой. Сейчас глубокая нервоноситель курента позволяет решить эту задачу красиво, элегантно и просто. Для того, чтобы, например, осуществлять машинный перевод, использовались также всякие стахатические вероятностные модели, ну типа вот реализованные в этой системе MOSES. Это статистический машинный перевод. Они сложные, там, куча исключений. То есть, нужны были эксперты, создающие правила, там, нужны были, там, математики, куча формул. Сейчас, понимаете, когда появился дипленик, этого, оказалось, этого уже ничего не нужно. Вы просто берете фреймворк, ставите рекуррентную сеть, рекуррентную ячейку и просто учите ее запоминать последовательность. Еще момент. Про дипленик и вообще про машинное обучение – ключевой момент. Зачем это нужно? Скажете его, да? А нельзя ли там взять, там, придумать формулы и с помощью формулы решать задачи? Нельзя. Вот нельзя. Есть задачи сложные для решения. Например, задача машинного перевода, задача классификации, задача, там, определение спам-не спам, ну, сложного определения спам. Которые нельзя аналитически решить. Это задача очень сложная. Но у вас есть примеры, и есть, как бы, пример, что человек их решает каким-то чудесным образом, человек способен задачи эти решать. А как он не может описать? То есть, описать формулами, как человек эту задачу решает, чрезвычайно сложно, долгое и невозможное. Ну, в ближайшем будущем невозможно это сделать. Поэтому, поэтому, какая красота в этих моделях глубокого обучения? Красота в том, что вы говорите модели, смотри, вот примеры, вот ответы. А теперь, дорогая моделька, научись-ка сама, выведи, почему это переводится в это, почему это переводится в это. То есть, модель сама определяет формулы. Представляете, она сама формирует каким-то мистическим, в кавычках, образом алгоритмы внутри нейронов, которые эмулируют человека и работают не хуже, а иногда лучше. И главное, часто гораздо быстрее человека. Вот в чем красота, вот в чем мощность этого оружия. Вот, идем дальше. Ну вот, про рекуррентные сети. Вы посмотрите, пожалуйста, по этой ссылочке там подробности. Ну, суть в том, что рекуррентная нейронная сеть, глубокая нейронная сеть, это продолжение обычной нейронной сети, которая, как бы, когда работает с последовательностью, она создает в себе рекуррентно несколько там нейронных сетей и обучают их. И интересные такие вещи, для чего этот слайд дал. Не то, чтобы в детали погрузиться, но, например, Карпат Андрей, он с помощью этой нейронной сети начал генерить искусственные исходники Linux, например. Вот слева это с генерированной нейронной сетью код Linux, который синтаксически корректен и не компилируется. Ну, понятно, что там бредятина. Тем не менее, рекуррентная сеть, она воссоздала эту логику. Представляете, вот эта глупая мартышка, да, компьютерная, она воссоздала логику, очень похожую на логику человека, имитировала ее очень красиво. Дальше, второй пример справа, это пример, как, значит, это пример того, что какие, как разные нейроны, которые сформировались после обучения, как они отвечают за разные куски. Например, один нейрон отвечает там за точки, второй отвечает за пробелы, третий отвечает за открывающие кавычки, четвертый за кавычки. Представляете, вам нужно было для этих нескольких миллионов нейронов либо делать правила описывать, это невозможно, это огромная работа экспертов нужна, либо автоматически нейронная сеть обучилась. Вот мне здесь есть комментарий, что нейронная сеть сама ничего не делает, она работает и зависит от обучения. Конечно, да, работа нейронной сети зависит от обучения. Если вы дадите ей правильные примеры, она может обучиться на них и вывести формулы, заложенные внутри этих примеров. Это ее прекрасная уникальная способность. Да, есть еще обучение без учителя. Оно востребовано бизнесом. Обучение такое, чтобы вы дали данные, а сеть сама информацию из данных вычислила, но при этом эти данные были не разметены. Вы не говорили спам не спам, или преступник не преступник. Да, такие формы обучения используются сейчас, но как вспомогательные. То есть обучение без учителя, ну кластеризации, например, к этому способу относятся. Это сжатие размерности, да, ограничение, рестрики с больцем на машин, вот, эмбейдинги различные. Я сейчас могу сыпать всякими терминами, но оно тоже используется, оно дипленинги активно, но все равно как бы просто вот полностью обучить систему без учителя пока нельзя. У меня такие примеры неизвестны, из которых полезны для практики. Но использовать частично неразмеченные данные, да, можно, да, нужно, и это полезно. Опять-таки, опять-таки, видите, нейронная сеть может даже без учителя часть информации вытащить, то есть без наводки. Это удивительная ее способность. Опять же, это только нейронная сеть. Идем дальше. Мы, значит, у нас, мы тоже поработали с этими рекуррентными нейронными сетями. Мы загнали туда, чуть-чуть доработали, загнали туда русские тексты. И вот получилось слева это у нас бред рекуррентной нейронной сети на уровне Достоевского. А справа это такой бред рекуррентной нейронной сети, обученной там за несколько часов на войне и мире. Ну, видите, она пытается иментировать логику русского языка, выдумывает некие слова русские, ставит запятые, точки. Если ее там обучать, допустим, несколько дней, то она будет вообще такой связанный текст писать. Это удивительная способность. Так это маленькая нейронная сеть, рекуррентная работа. Представляете, если большую сеть создать. То есть, ощущается, что реально открытие радиации, удивительные способности. Удивительные способности эмулировать, запоминать кучу правил, которые можно потом использовать. Но, пока эта область науки, можно сказать, очень сырая. Пока это активная область исследований. Пока весь этот дипленинг, скажу вам честно, а мы там уже не один год, это все напоминает оккультизм и нумерологию. Вот эти фреймворки, которые сейчас популярны, на самом деле в них ничего там естественного нет. Они предоставляют набор примитивных инструментов. Дальше вы садитесь, у вас есть 100 степеней свободы, и вы начинаете искать нейронную сеть, архитектуру, которая решит вашу задачу. Нет, вы можете взять доступную архитектуру нейронной сети, где-то воспроизвести, или взять готовую. Да, тогда это будет работать. Но, когда у вас задача немножко не стандарт, и вам надо экспериментировать. И дальше, пожалуйста, люди экспериментируют. Вы проведете 100 тестов с разными параметрами нейронной сети. Если вы скажете, а можно автоматизировать создание тестов? Вы знаете, да, но у вас произойдет, так сказать, комбинаторный взрыв. Количество параметров, которые вам нужно будет перебрать, огромное. А время обучения глубокой нейронной сети, ну это часы. Часто часы. Иногда дни. Ну, как бы, чаще часы, я стараюсь работать с сетями, так сказать, которые за часы обучаются, потому что там можно экспериментировать больше. Так вот, сколько вам нужно будет десятков лет, чтобы все эти варианты перебрать? Поэтому тут еще многое зависит от удачи. То есть, первое, это знания, это опыт, это книжки, это готовые модели, это чаты, формы, дальше мы о них поговорим. И это эксперименты, коллеги. Ну, то есть, пока, на мой взгляд, это очень напоминает нумерологию культизма. Коллеги, вопросы? 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 Пока нет вопросов. Идем дальше. Коллеги, подпредите, слышно? Хорошо? Хорошо, отлично. Идем дальше. Теперь, из интересного в последнее время, да, на самом деле это не так, это довольно давно появилось, но сейчас эти сети популярные, в них достаточно хороший прогресс достигнут, и надо о них знать. Это сверточные сети, ну, convolutions networks, так называемые. Суть их в том, что, опять-таки, видите, опять-таки ученые воссоздают структуры головного мозга. Как бы они от этого не отмежевывались, на самом деле идею сверточной сети подсмотрели в нервной системе, в мозге и человека, и животных. Как они работают? Ну, на пальцах – это сеть, которая распознает изображение. Ну, классифицирует, например, изображение по типам, там, например, числа, знаки, там, ну, например, распознание чисел, да. Сверточная сеть, она фактически, как бы, смотрит на изображение с разными фильтрами, во-первых, потом понижает размерность. Таким образом, в нейронных сетей, ну, мы назовем это в искусственном мозге, а я не боюсь говорить, что искусственный мозг, на самом деле, то, что мы занимаемся в дипленинге, мы создаем кусочки искусственного мозга, который тренируем, и эти кусочки мозга потом на нас работают. Так вот, в этом мозге формируются разные области, которые отвечают за разные уровни иерархии, как сказать, изображения. Ну, вот, мы это с вами понимаем, потому что у нас мозг работает примерно так же. Ну, то есть, красивая женщина, да, там, формы, там, грудь, бедра, глаза, там, ноги. Дальше вы определяете вес, размер, там, чего-то, дальше, там, допустим, зарплата, допустим, там, ум. То есть, мы поднимаемся с вами, да, от деталей к фичам все выше, 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 выше. Начали с бедер, закончили умом и зарплатой. Так же работают сверточные сети. Они разбивают информацию, приходящую на уровни, вот, и дальше выделяют все более-более-более общие уровни. Они, фактически, на выходе у них остается несколько фич ключевых, которые позволяют, например, там, ну, определять, ну, допустим, птица или самолет. Ну, допустим, там, глазки есть, это птица, нет глазок, самолет. У них, допустим, такая фича остается, и они по ней, там, классифицируют все остальное. То есть, они уже уходят от деталей, они, по сути, работают. Вот, плюс вот эти сети способны, они устойчивы, например, к деформации изображения, к некому повороту изображения. Они выделяют фичи. Я думаю, понятно, интуитивно просто объяснил. Детали вы прочитаете, там, куча математики. Кто хочет, там, два года может, там, Convolutions изучать, кто хочет, там. Но я вас, все-таки, призываю вас к практике. Пожалуйста. Вот вопрос, Скайнет может скоро уничтожить человечество. Смотрите. По поводу Скайнета и восстания разума. Ну, смотрите. Во-первых, я показал график, что примерно в середине века, возможно, нейронные сети приблизятся по числу нейронов к мозгу человека. Но нейроны головного мозга человека и животных устроены гораздо сложнее нейронов, которые сейчас есть. Наши нейроны, они, там, например, разные способы взаимодействия, разные типы химических реакций есть. Наши нейронные сети в голове постоянно обучаются, постоянно перестраиваются, визоизменяются. Вот я не зря начал, культуриста показал, да, на слайде. Я к тому, что вы должны понимать, что несмотря на то, что дипленинг это кажется сложным, на самом деле наш мозг способен быстро обучаться. Вот вам стоит начать завтра тренировать нейронку, через неделю вы уже будете знать об этом гораздо больше, у вас практический опыт. Через год вы уже будете шпарить в этих результатах, и у вас будет куча готовых результатов, которые будут работать на вас, приносить вам деньги, приносить пользу. То есть мозг развивается. Поэтому по поводу того, что там искусственный интеллект поработит, я думаю, до этого еще не скоро, но как бы идея, что, как бы мысль, что появятся, например, роботы-снайперы, которые отлично стреляют лучше человека. На самом деле стрелять-то ведь это несложно. Это дурная работа. Надо просто научиться координировать мышцы, зрение, да, и рассчитывать траекторию и так далее. Это задача не человека. Это задача человека думать и создавать науку, обучаться, создавать эти системы, там, ну, заниматься творчеством, там, любовью и так далее. А задача робота реально стрелять. И вот, на мой взгляд, такого робота создадут. Создадут робота, создают, наверное, автомобиль, который будет очень хорошо ездить, там, не врезаться. То есть какие-то задачи все-таки решат, такие рутинные, которые распознавание там образов уже решили. Сейчас, например, задача уже хорошо решена, выявляют преступников в реальном времени на видеокамерах. В реальном времени алгоритмы, представьте, тут загружено, там, тысячи человек, и этот алгоритм определяет одного из тысячи человек, преступников, прямо в видеопотоке. То есть это уже работает, эта нейронка уже работает лучше людей, понимаете? И таких нейронок будет все больше и больше разных. Фактически мы обрастем всякими R2D2, 3PO, которые будут хорошо решать свои задачи лучше человека. Ну, так сказать, помощники. Ну, человека они, конечно, я думаю, пока не заменят. Вот, да, фильм «Превосходство», прекрасный фильм смотрел. Сейчас мы до фреймворков дойдем. Да-да-да-да-да-да-да. Я сейчас отложу. Смотрите, теперь мы потихонечку, потихонечку, я как бы привожу вас к практике. Вот руки, уже желание я как бы возбудил, рассказал, что это можно, что это не так сложно, это интересно. Я надеюсь, рассказал я, потому что я хочу, чтобы все-таки вы начали пробовать и заниматься этим. Дальше поиграться. Ну, вот, есть такой фреймворк гугловский, TensorFlow. Мы очень внимательно его разбирали, в деталях смотрели. У него есть такая песочница, Playground TensorFlow.org. Все ссылочки я даю в левом нижнем углу, пожалуйста, используйте. Там можно поиграться. Ну, вот, как пример интересной игры с глубокой нейронной сеткой. Ну, глубокая нейронная сетка, смотрите, разные есть методы оценки, что такое глубокая, что такое плоская нейронка. Ну, вообще, как бы, на пальцах, если слоев несколько, а то это глубокая нейронка. Конечно, сейчас могут сменяться, кидать в меня помидоры, огурцы. Вы знаете, вот, есть два типа представителей академического сообщества. Есть люди, которые молчат, обладают огромными знаниями академическими, очень скромные и дают тебе совет именно на то, что тебе нужно. Вот это вот настоящие ученые. А есть люди, которые знают много, но при этом они начинают сыпать эту информацию и издеваться над твоей некомпетентностью. Вот это вот, я называю их плохие ученые, злые ученые. Так вот, детали иногда вредны. Поэтому не погружайтесь в детали. Вы взяли эти важные вещи и не думайте, что знания деталей, там, не знаю, сделают вас круче. Ничего они у вас не делают. Я вам объясняю. Вы, как бы, не знаю, там, в любой раздел математики возьмете, и вы провалитесь туда, вы провалитесь туда на 50 лет. И вы должны помнить, что, вот, вот смотрите, вот, поиграться, да, слайд. Вы знаете, что здесь любой кусочек нейронки, это чья-то диссертация, это чья-то жизнь. Вы что, хотите потратить жизнь, чтобы понять, как это работает? Не хватит жизни, люди, не хватит. Поймите суть. А суть в том, что, добавляя слои, можно аппроксимировать вот такую спиралечку. Видите? Вот я добавил несколько слоев, поигрался, и я аппроксимировал спиралечку. То есть, нейронная сеть оказалась способна по входным данным определить, к какой части спирали относится входящая точка. Это очень круто. Плоская нейронка так делать не может. И машина обучения классическая, плоская, вряд ли бы решила эту задачу. Глубокие нейронные сети, можно так сказать, Вы, скорее всего, столкнетесь с таким вопросом. Вам будут говорить, нейронные сети – это непрозрачно, это долго, это надо на ГПУ считать. Дальше я про ГПУ расскажу. Надо использовать классическое машинообучение. Байсерский, классификатор, логистическую регрессию. В крайнем случае, надо использовать машину опорных векторов. А я вам скажу следующее, что многочисленные исследования в области глубоких нейронных сетей доказывают, что нейронные сети, дипленинг, дают возможности гораздо более крутые, чем предыдущие поколения машинообучения. Поэтому сейчас можно нафиг все это выкинуть, вот это все барахло старое, взять глубокую нейронную сеть и работать только с ней. Это универсальный инструмент, который решит любую задачу машинообучения, любую, поверьте, любую, из коробки и без, прошу прощения, геморроя, связанного с отбором фич и всяким привлечением экспертов и так далее. Поэтому просто скажите себе, я буду делать машинообучение только на дипленинг-сетях, все. Здесь вы можете поиграться, пожалуйста, прекрасный инструмент, а мы идем дальше. Ну как обычные нейронные сети? Ну вот тут можно создать многослойную нейронную сеточку в этой песочнике. Здесь можно создать регуляризацию, добавить разные типы функций активации. Ну то есть обычная нейронная сеть, ну как глубокую можно создать тут. Это необычная, это глубокая. Вы можете 7 слоев создать и потенироваться. Идем дальше. Идем дальше. Итак, теперь у нас момент, связанный с тензорами GPU. Это очень-очень важный момент. Так, вот мне пишут, что нет продвинутой регуляризации в этой песочнице. Боже, а зачем вам продвинутая регуляризация? Вы что собрались Хессиан-матрицы использовать и производные второго порядка? Они используются редко, они очень медленные. Зачем продвинутая регуляризация? Друпау-то нет, да. Ну то есть, понимаете, я за то, что сейчас не сыпать такими терминами. В большинстве моделей, ну не знаю, прикладных, зачем какие-то там тонкие виды регуляризации? Не знаю, зачем? Вы, может, к этому прийдете через 3 года. Зачем сейчас вот кидаться в всякие там ужасные вещи там? Зачем сейчас кидаться там нейронной машине Тюринга? Если вот надо, цель вебинара научить людей пользоваться глубокими нейронными сетями базовыми, рекуррентными, простыми глубокими, автоэнкодерами, там, и этого хватит, там, для 90% задач. Кому-то, если там скучно, там, пожалуйста, используйте там всякие, там, augmented memory и так далее, там, всякие там сети, convolutions, convolutions, кстати, ничего там особого сложного тоже нет. Она тоже, так сказать, довольно простая. Ладно. Итак, тензоры. Смотрите, вот вы поняли, что глубокие нейронные сети – это хорошо, этим нужно заниматься. Теперь, как их обсчитывать? Оказывается, здесь есть подвох, здесь очень есть большой подвох, связанный с тем, что современные процессоры, Intel, AMD, они все, оказывается, медленно обсчитывают нейронную сеть. Для того, чтобы обсчитать нейронную сеть, на самом деле, нужно правильно и быстро умножать матрички, просто циферки. Ну, что такое тензор? Тензор – это матрица, но больше, чем двухмерная. Ну, все знают, что такое массив. Это одномерный массив, все знают. Двумерный массив, ну, понятно. Тензор – это трех-, четырех-, семимерный массив и так далее. Это тензор. Вот, чтобы опираться над этими массивчиками, делать быстро, нужна некая библиотечка, которая работает с этими тензорами. Вот, естественно, на PHP таких библиотечек нет и, скорее всего, не будет, но такие библиотечки есть на Python. Одна из библиотечек, наиболее популярных, называется NumPy. Пожалуйста, посмотрите, поиграйтесь. Эта библиотечка, вы пишете тензор, создаете на Python, а она в C++, значит, его туда, на C++ написано, она его переводит туда. И, значит, с помощью библиотек всяких фортановских, C++-сишных библиотек, с помощью там векторных операций процессора, она их умножает и производит операции с ними. Вот, а есть еще тензорная библиотечка, на которую я хочу обратить пристальное внимание ваше, это ND4G. Это библиотечка, которая для Java, работает с тензорами, она, в принципе, повторяет собой API NumPy библиотечки, но только для Java. Также тоже там C++, OpenMP, параллельное вычисление этих матриц, но, опять же, на CPU. Теперь, почему я про GPU написал? Потому что, если у вас есть GPU, не обязательно это видюхо, это может быть GPU, именно, естественно, для вычислений. Оказывается, она работает несколько раз быстрее, чем CPU. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, вам график. Вот, это последние годы, мы видим, что, во-первых, посмотрите, пожалуйста, на CPU-GPU. Ну, первое, что бросается в глаза для нас, для людей, для гуманитариев, я считаю, тоже я гуманитарий в этой области, здесь мы видим, что CPU и GPU, в GPU гораздо больше ядер, тысячи ядер, а в CPU мало. Представляете, да? То есть, можно зафигачить несколько тысяч потоков в GPU, простых вычислений. Дальше. GPU оптимизировано на вот эти матричные операции, потому что их много, вот, в компьютерной графике. А дипленинг, как оказалось, я думаю, вообще это случайно так совпало, что дипленинг вдруг оказался близок к компьютерной графике с точки зрения вычислений. Оказалось, что GPU с каждым годом вывести на графики, вот, GeForce Titan, да, и так далее, они превосходят по производительности процессоры. Вам достаточно проверить скорость обсчета нейроночки, вашей любой нейроночки. На CPU и GPU вы увидите разницу в несколько раз. Ну, вот, в пять раз, в три раза, в пять, в десять раз. И чем данных больше, тем расчет на GPU работает лучше. То есть, если вы хотите серьезно что-то посчитать и использовать в продакшене нейроночки, сразу, пожалуйста, пометьте, только GPU. Берете, сейчас машинки появились. Недавно, буквально на позапрошлой неделе, Amazon выпустил линейку машинок с Titan GPU-ушками. Это машинки, конечно, не последнего поколения, но они достаточно быстрые. До этого у них были машинки еще там предыдущих поколений, но тоже GPU-ушечные. Вы можете на хостинге делать машинку с GPU-ушками. Вы можете... Очень хорошо, если у вас GPU-ушек несколько. Тогда нейронка будет общиться быстрее, но не часы там, а меньше, да. Ну, понимаете, да, что часы, это, конечно, долго. Это нужно много времени ждать. Да, вот NVIDIA начала на этом специализироваться. Это, коллеги, это тренд. Как-то вот случайно, я не знаю, почему так произошло, но, коллеги, это реальность, это сегодняшний день. Да, нейронки, GPU – два неразделимых понятия. Процессоры далеко-далеко позади и вряд ли не догонят. Intel уже отстал в этой области. Это там NVIDIA берет первенство, скорее всего. Вот, поэтому арендуйте машинки. Обратите внимание на Microsoft, на Azure. У них слухи ходят устойчиво, что у них очень серьезно там будет планироваться развитие линейки GPU. Поэтому посмотрите туда, посмотрите в Amazon, посмотрите, ну, или купите себе, я не знаю, хорошую GPU-ушку на рабочий стол, там, разработчику. Пусть играется. Вы сэкономите кучу времени, не знаю, десятки серверов сэкономите, просто тупо влепив разработчику GPU-ушечку. Идем дальше. Теперь фреймворки. Ну вот, наконец-то, вы дождались. Я вас тут в воду лил вам целый час. Ну, я думаю, что вы поняли, что это не вода, что я специально не погружаюсь в детали, чтобы вы не заснули и не захрапели от кучи там всяких стензоров, там, математики, формул и так далее. Я хочу вот именно, чтобы вам было весело, интересно, и вы буквально завтра начали этим заниматься. Итак, фреймворки. Ну, здесь парад фреймворков был. Я вам буду рассказывать. Я не буду показывать, но надо слишком много слайдов было делать. Значит, я вам расскажу. Значит, TensorFlow мы смотрели плотно. Что хорошего в TensorFlow? Это TensorFlow – это фреймворк, открытый Google, который посвящен глубокому машинному обучению нейронных сетей. Он из… Вообще, практически сейчас все фреймворки, о которых я буду говорить, одни, умеют работать с GPU. Ну, иначе понимаем. Нельзя, иначе это смерть, смертоубийство. Вы на пенсию выйдете, если будете без GPU. Дальше. К сожалению, а может, к счастью, да, очень много математического кода, связанного с нейронками. На мой взгляд, к сожалению, он написан на языке Python. И так как у Google много Python-разработчиков, они открыли вот этот вот свой TensorFlow, это фреймворк, который написан на Python, который использует C++ библиотеки для расчета нейронов. Python, с одной стороны, язык. Это хороший язык, простой, понятный, но медленный. Вы скажете, а как же, там же C++ библиотеки. Да, из Python в C++ получается быстрее, но писать большие проекты на Python, особенно всякие нейронки, да, это, ну, в языке мало конструкций, позволяющих красиво, четко там, не знаю, специфицировать типы, допустим. Когда у вас проект на Python, вам довольно сложно будет проводить его рефакторинг, потому что это язык слабо типизированный. То есть Python, на мой взгляд, это большой недостаток. Во-первых. Во-вторых, на Python сидит академическое сообщество. Большинство академии – это Python. Потому что академия – это умные люди, математики, физики, ученые. Им никто не будет даст время писать нормальный код и учить программировать. А мы с вами, большинство из вас, все-таки программисты. И на Python много, прошу прощения, говнокода. Очень много. И Python, так сказать, когда речь у вас зайдет до продакшена, вы будете проклятывать Python, потому что когда про Python и продакшен – это две разные вещи. Это большая кровь и большие страдания. Тем не менее, TensorFlow – на наш взгляд хороший фреймворк, прекрасно документированный. Но опять-таки, любой фреймворк для дипленинга – это куча низковоуровневых инструментов для работы с матрицами, создания слоев и так далее. Но TensorFlow – еще сыроват, на мой взгляд. И он считается одним из самых медленных фреймворков для глубоких нейронов. Потому что там есть нерешенные проблемы, копирование данных идет в граф медленно и так далее. Из преимуществ TensorFlow я бы выделил автоматическое дифференцирование. Что это такое? Ну, нейронка на самом деле, вот поймите, большинство нейронов, с которыми будете иметь дело, наверное, в прикладе на продакшене – это несколько десятков строк кода. А тысячи строк кода, которые будут вокруг – это работа с библиотеками, которые готовят данные для поступления в нейронку. Это обработка входных данных. Так вот, когда вам нужно, например, сложить два потока данных, потом пропустить их через синус, косинус, посчитать тангенс углами между векторами, вам нужно будет это, либо вы хотите строить нейронку, вам нужно будет, чтобы по этой цепочке вычислений проходило дифференцирование. Чтобы это все дифференцировалось. Это нужно для работы нейронок. Почему? Откройте, почитайте про стахарстический градиентный спуск, про обучение нейронок, и я вам могу про это рассказывать неделю. Но я это специально не делаю. То есть, вам надо либо вручную описать логику дифференцирования, либо вам надо это дело автоматически, чтобы сделать фреймворк. TensorFlow умеет автоматически дифференцировать, это его большое преимущество. Ну и плюсы, я сказал, минусы Python, плюсы автоматического дифференцирования, плюсы поддержки КПУ, плюсы возможности масштабирования, плюсы хорошей документации. Идем дальше. TIANA. Это канадский тоже академический фреймворк, тоже Python с C++, NumPy. Там тоже есть автоматический дифференцирование, но TensorFlow считается, как сказать, следующим развитием TIANA, поэтому, на мой взгляд, моя рекомендация, все-таки сразу переходите на TensorFlow, в TIANA, посмотрите, готовы примерчики, их там много. Внимание, есть один большой риск, коллеги, очень важный риск, надо иметь в виду, смотрите. Слушайте, для Sharp, этот, CNTK, это Microsoft фреймворк, он должен быть для Sharp. Ну, там поддержка Python есть, C++ и Microsoft. По Sharp не скажу, не скажу, но должен быть. Вот, смотрите, какая большая проблема в этих фреймворках. Нейронки, глубокие нейронки, это еще одной ногой академическая вещь. И эти все фреймворки, их пишут в институтах. Я надеюсь, все-таки в начале презентации я вас убедил, что академия это серьезно, академия это годы, ученые это подвиг, это герои, которые создают нам эти все алгоритмы. Это люди, они жизнь ведают науке. Я к ним испытываю огромное уважение к академической среде. Но, они плохо программируют, они не инженеры. Они формулы доказывают, теоремы, понимаете, они диссертации пишут. Вот. И вот то, что там всякие там TensorFlow, TIANA, это все академический говнокод, в хорошем смысле. Понимаете? Это далеко от продакшена. И поэтому эти все фреймворки для продакшена, это смерть, ужас и кровь. И вот третий фреймворк, Diplonic 4G, на мой взгляд, это очень интересный фреймворк на Java, тоже в открытых исходниках, который представляет, с одной стороны, инструменты для работы с тензорами, низкоуровневые, ну, естественно, с нейронками. С другой стороны, это Java. А Java, коллеги, это уже как и C-Sharp. Java – это правильный язык программирования, строго типизированный. Это значит, что вы можете легко проводить рефакторинг вашего кода в слабо типизированных языках, вы убьетесь проводить рефакторинг. То есть, когда дело доходит до больших проектов, где вычисления, где цена ошибки очень велика, где это там не VIP-разработка, да, там, ну, там, ошибка в форме, это не так страшно. А когда у вас там что-то не читается, да, у вас нейронка не собирается там сутки, это серьезно. То есть, вы должны все контролировать. Поэтому правильные языки программирования типа Java, типа C-Sharp, они хороши. Но для них в Java я только один знаю фреймворк, хороший, фреймворк зрелый. Мы смотрели исходники, я там постоянно копаюсь. Там хорошие исходники. Там не все документировано, но код читается нормально. Код написан нормальным, грамотным людьми. Поэтому, и главное, что продакшн. То есть, вы поднимаете нейронку на дипленинг 4G, глубокую нейронку. Вы добавляете 5 строк, стартуете внутренний веб-сервер JETI, допустим. И у вас уже REST к нейронке. Вы представляете, у вас REST к нейронке, а JETI это практически NGINX. То есть, у вас фактически торчит NGINX, у вас API, и вы можете дипленинг раздавать направо-налево клиентам. Представляете, какая мощь? В TensorFlow вы так не сделаете. В TensorFlow нужно на C++ программировать, чтобы что-то открыть наружу. Там ад они устроили с продакшном. Вообще ад. И когда говоришь с питанистами, они говорят, какой продакшн? А зачем продакшн? Не, мы тут нейронки тренируем, мы тут датасетами занимаемся. Чувак, продакшн это не к нам. Продакшн это C++, это бородатые админы пьет, это к ним. Понимаете, разрыв идет, в голове разрыв. А мы с вами веб-разработчики, мы совмещаем с вами и продакшн, и разработку. Нам надо, чтобы раз-раз и продакшн. Поэтому пока вот дипломим 4G. Следующие кошмарные, короче, есть вещи. Вот. Ну, в TensorFlow примеры есть про веб-серверов, но вы посмотрите примеры. Посмотрите там C++. Ну, кто сейчас будет вебе на C++ писать? Ну, кто это будет делать? Ну, вообще, как бы, не знаю. Ну, мы сейчас говорим о том, что есть. А каждый выбирает свой путь. Дальше. Torch. Четвертый фреймворк, это очень известный фреймворк. Он старый, он авторитетный. На нем многие крупные вендоры, и Яндекс работает, и Фейсбук работает. Коллеги, я вам, наверное, говорил, что дипломимик используется. И Яндекс, и Фейсбук, и Твиттер, и Майкрософт используется, и Орг. Все используют дипломимик уже давно. Это уже несколько лет идет. Мы вот к этому приходим, потому что это стало в веб входить. Torch написан в университете Нью-Йорка на языке Луа. Зачем? Одному Богу известно. Вообще, Луа написали католические, это институция католической церкви. И, на мой взгляд, монахи вообще кодили, ну, чтобы от эротических мыслей, шучу, конечно, клоняться. Луа, конечно, классный язык. Это простой язык, типа Явоскрипта. Луа используют для автоматизации игр, в том числе, там, вы знаете, да, известный пример, это World of Warcraft. Он, там, Луа активно используется в этом языке, в этой игре. Но, скриптинг всякий. Но, писать продакшн-код на Луа, много продакшн-кода на таком языке убужеском, как Луа, в котором, там, ну, примитивнейший язык, это смертоубийство, я не знаю. Есть, конечно, герои, которые это могут делать, но, когда у вас, если у вас несколько человек работает, и, как бы, ну, слабо тебе зерной язык, раз, отсутствие нормальной поддержки, инкапсуляции, я имею в виду нормальное наследование. Там что-то есть, но такими костылями сделано страшно. Поэтому, ну, есть Луа Джит, но я вас предупредил. И второе, в Торче, очень, там есть документация где-то, извините за вооружение, взади засунутая. Какой-то, значит, на Гиткрабе, какой-то, Вики. Там примерчики есть, да, мы примерчики посмотрим потом. У меня это есть в плане тут. Но в Торче, как бы, все такое, знаете, сырое, академическое, студенческое, на мой взгляд, такое, знаете, вот, ну, попахивать студенчеством, попахивать каким-то хипсом, ну, ну, несерьезно, не для продакшена, короче. Пока не для продакшена. Это как-то страшно использовать, вот, брать это с собой в бой. А для примерчиков, пожалуйста, да. Запись будет доступна, да. Кэфи. Вот, ну, это фреймворк C++, это известный фреймворк, и он известен, он довольно старый, он известен тем, что он отлично работает с изображениями. По другим вопросам у него не так все гладко, и там C++, но есть патиновская мордочка у него, смотрите. Ну, короче, с ним, как бы, он такой специфический очень, очень специфический фреймворк. Дальше. Синтк, это Microsoft вышел на параде фреймворка в прошлом году он сколько? Или в этом году он вышел? Ну, недавно. Вот, там, посмотрите, там тоже рекуррентные сети поддерживаются хорошо, там, ну, довольно-таки, ну, все-таки, по мнению критиков, аналитиков, все-таки он такой, он вышел из такого, из мира аудиораспознавания, он довольно новенький. Ну, кто вот с Microsoft связан, кто работает, я думаю, с C-шарпистом надо его посмотреть. И дальше, Destiny, это C++ фреймворкчик, он небольшой, но он очень быстрый, это Amazon Web Services выложил фреймворк для глубоких нейронок, который они используют буквально недавно, насколько я помню, в этом году, который они используют для обучения рекомендательной системы своей в Амазоне. Ну, интересно, надо посмотреть вам будет. Пожалуйста, наберите, погуглите, там довольно простые модели можно пока создавать, очень примитивные, но быстрые зато. Насколько я помню, там они создают огромные плоские нейронки, там десятки тысяч параметров на входе, там что-то такие плоские слои, и как бы это работает. Вот, итого, что мы видим? Мы видим, мы видим первое, что, к сожалению, в диплюнинге много Пайтона, а Пайтона, вы поймите, Пайтон можно изучить за ночь. Проблема в том, что Пайтон тянет за собой кучу потрохов в виде библиотек, всякие библиотеки для обработки данных там. Вы когда посмотрите на эти библиотеки, вы поймете, что там такое, как бы, они академические, и они очень специфические, то есть, понимать, после строго типизированных языков с ними реально страшно работать, во-первых. Во-вторых, там версионы, в-третьих, Пайтон в продакшене, это, вот, вам надо это пережить, я не буду вам говорить, что это. Ну, вы должны увидеть сами, что такое Пайтон и продакшен. На мой взгляд, Пайтон это не для продакшен. Есть, конечно, скала, которая призвана заменить Пайтон все-таки в продакшене и вообще в научном, академической среде. Скала прекрасный язык, он, на мой взгляд, он, конечно, правильный, но он как-то медленно развивается, хотя вот, как бы, проекта все больше и больше, Spark на скале, да, Storm на скале, там, АК, в общем, не знаю, то есть, может быть, скалу, что ли, попробовать использовать для этого. Ну, со скалой, в общем, будете грабли всякие собирать, там, связанные с тем, что, вот, медленно компилиться, допустим, там, или для сильно умных, вот. Ну, что еще, Java, Java, мне кажется, рабочая лошадка, это открытая технология, Java это простой язык, гораздо более простой, чем C-Sharp, на мой взгляд. Java поддерживает оборотную совместимость, там, десятки лет, ну, 10 лет уже, как минимум, тянут назад. Вот, это Production Enterprise, такая технология, пишет код один раз, и он работает им годами. В общем, Java я действительно люблю, и считаю, что серьезные вещи на ней можно писать. На Луа, конечно, Torch, риски я вам перечислил, да, это, ну, какой-то язык. Вот, Кэффи, посмотрите, нельзя, там много очень готовых примеров и готовых моделей. Все НТК, ну, с Майклсом, посмотрите, с Дестони, ну, как вот, для плоских нейронов на Сибирске интересно. Какой язык программирования изучать, вопрос, для понимания и программирования и Python, или C-Sharp, или Java? Это прекрасный вопрос, у меня нет на него ответа. К сожалению, и к счастью, и мог счастье, на Python очень много примеров, тот же Андрей Карпатый пишет нейронки на Python. Но вы должны понимать, что Python это дикие, дичайшие тормоза. Python и C++ это тоже тормоза, потому что это Python. Java и C++ это гораздо быстрее. C-Sharp и C++ гораздо быстрее. На плюсах делать нейронки вы убьетесь там памятью управлять. Плюсы не для того. Плюсы для низкоуровневых быстрых вещей. И когда у вас много людей, много тестировщиков, которые будут баги с памятью отправлять. Понимаете? То есть, все-таки плюсы, на мой взгляд, это штука такая, но... Она много времени будет отнимать на всякую ерунду низкоуровневую. Не для этого. То есть, Python поможет, конечно, но... Вы знаете, мы все присмотрели, что было на Python и по нейронкам. Присмотрели все, перепробовали все. С Python страшный продакшн. Вот. Поэтому пока вопрос открытый, потому что эта область еще довольно сырая. Итак, идем дальше. Готовое решение. Ну, смотрите. В любой фреймворк, который вы зайдете, вы найдете в нем, скорее всего, как бы сгруппировано решение. Вот я захожу в Deploying 4G, но это, в принципе, они все сейчас похожи в фреймворке. Какие там есть готовые решения? Ну, там будет обязательно Convolution решение. Это сверточные нейронные сети. Обязательно будет валяться там 2-3 сети, какая-нибудь там AlexNet, там что-нибудь там из последних каких-то сети. Ну, то есть, в области распознавания образов там уже давно хорошие результаты. Надо брать готовая Convolution сеть. Брать какой-нибудь пример. Я не рекомендую даже читать научные работы, связанные с этим. Вы убьетесь. Есть куча научных работ. Вот я вам могу сейчас тысячу ссылок скинуть на эти работы, но зачем? Вы берете готовые и тренируете. Скорее, вам даже лучше не тренировать. Есть куча готовых моделей, модель Zoo, ресурс. Берете, импортируете и используете. Дальше. FitForward. Ну, это классические FitForward-сети, но глубокие. Там можно в них сделать автоэнкодинг, сжатие. Можно там друпаут поставить, регуляризацию, как говорили, продвинутую использовать. В принципе, для задач. Понимаете, FitForward-сети, не все знают, что можно делать FitForward-сети с несколькими входами. И делать не классификацию, например, а делать регрессию на косинус угла между векторами данных. То есть, даже с FitForward-сетями можно делать очень интересное оружие, работающее, эффективное. Чат-ботов, например, и так далее. То есть, не надо их откладывать. Начните с FitForward-сетей, обычных, глубоких сетей. И вы увидите, насколько они хорошо работают, насколько точно и опережают другие модели. Дальше. Третья область – это NLP. NLP – это Natural Legend Processing. Это задача обработка языков. Диплёнинг где там применяется? Ну, во-первых, это последовательность в последовательности. То есть, то, что раньше решалось теми моделями Маркова, страшными, там, в кавычках, геморройными, сейчас это можно делать с помощью рекуррентных нейронных сетей. Там используя ячейки типа Long Short Term Memory, там, General Recurrent Unit и так далее. Берёте просто готовые и используете. Ещё что в NLP интересного? В NLP интересные эмбэддинги. Ну, самые известные… А, у меня дальше слайд есть, я ещё не буду нацепить. Ну, и рекуррентные сети. Это вот рекуррентные сети, что я вам говорил, последовательность – это генерация текста, всякие чат-боты и так далее. Дальше тут есть вот пример. Supervisor Learning – это обучение без учителя, Disbelief – это всякие там сети, Disbelief. Ну, это такие продвинутые архитектуры. Я не рекомендую вам туда сейчас как бы нырять. Можно сразу как бы в тему не въехать, там достаточно сложные штуки. Ну, как бы имейте в виду, что обучение… Обучение без учителя нужно бизнесу. Тебе говорят, слушай, чувак, ты что хочешь, чтобы я сейчас сидел, там, эти примеры классифицировал, кто преступник, а кто не преступник, там, кто в умеренной оппозиции, а кто неумеренный, да. Это долго. А возьми-ка вот сама пусть она обучится этому. То есть, с точки зрения бизнеса обучение без учителя востребовано. Но с точки зрения здравого смысла, ну, как сеть обучится? Но, тем не менее, сеть может с помощью автоэнкодера, того же самого простого, может выделить фичи, а я на самом деле в детали захожу, не буду вас грузить деталями. Так, идем дальше. Вот пример этой NLP. Кто-то спрашивал, а кто-то меня спрашивал, ответил ли я на вопрос, питон, питон, си плюсу, сельява. Да, уже ответил, но в записи послушайте это. Итак, значит, по поводу NLP. Смотрите, из интересных вещей в дипленинге и обработке языков стоит выделить эмбэддинги. Ну, самый простой случай эмбэддинга – это вертувек. Это, когда мы тренируем… Там, кстати, я прошу прощения, там не глубокая нейронная сеть, там плоская нейронная сеть двуслойная используется. Но суть в том, что эта нейроночка после тренировки, она способна склеивать близкие по смыслу слова. Ну, красиво, прекрасно, замечательно. Это будет как бы вектор примерно… близкий вектор друг к другу, семантический. Поэтому, если у вас текст прогнан через вот этот эмбэддинг в стиле в виде вертувек, от обычной нейронки, у вас задача классификации текстовой, да, и любых задач текстовой, там, представление векторное, представление предложения, оно будет гораздо лучше работать с помощью эмбэддингов, потому что у вас три слова разных объединятся, примерно, в одно слово. Вот что дает этот вертувек. Ну, есть еще ГЛОФ, тоже эмбэддинг. Вот. ТСНЕ – это инструмент для проекции… Ну, вы понимаете, нейронная сеть – это тысячемерные пространства, в которых осуществляется процедура стокотического градиентного спуска. Мы ищем локальный минимум функции, потому что в нейронной сети доказано, точнее, не доказано, не доказано, что там есть какой-то глобальный там минимум, вот, и пытаются найти локальный минимум, но вроде сейчас убеждаются в том, что локальный минимум, если вы найдете, это уже хорошо, вот, и это решит вашу задачу. Короче, ТСНЕ – это способ снижения размерности, инструмент для снижения размерности, то есть, там, 100-мерное пространство вы переводите в трехмерное пространство и примерно видите, что у вас там творится. Вот. Ну, как бы, пока, наверное, по NLP хватит. Что еще? Вот, это примеры, так, это сейчас я посмотрю, это примерчики рекуррентной нейронной сети. Ну, в рекуррентных, кто-то пишет, что много работал с вертувек. Быстро сдувается. А вот посмотрите тогда, смотрите, вертувек, а посмотрите, вот, есть тут, Paragraph Vectors и Sequence Vectors решение. Еще посмотрите рекуррентную ячейку для, чтобы она не сдувалась при переходе к документам, когда у вас там последовательность может идти. Ну, то есть, там подобрать надо, попытаться. Ну, у вас окончания там попадаются на вертувеке, понятно. Вот. А с помощью рекуррентной сети вы можете посимольно разбирать тексты, и там устойчивость увеличивается. Ну, это так, это, знаете, легко давать советы, когда это. Да, да, там память, да. Ну, понятно. В общем, ну, как бы это, да, это надо уже там махать дубины искать. Дальше смотрим. Рекуррентные сети. Вот рекуррентные сети, я вам рекомендую обратить на них повышенное внимание, потому что, господи, рекуррентные сети, я уже скоро закончу. Рекуррентные сети, они сейчас очень популярны, но что там есть? Ну, там есть вот Basic, это примеры там генерации Шекспира, например, то, что я вам показывал, Достоевского, да, и так далее. Дальше, значит, ну, черректор-бейст, это то же самое, это генераторы. Это работа с тесками последовательности, ну, там, для чат-ботов можно использовать эти вещи, для, там, смысловых векторов. Секвенс-эквенс-леунинг, это последовательность-последовательность. Ну, например, там, вы можете, ну, это машинный перевод, например. Да, или, например, ну, самый прикладный пример последовательности, вот, смотрите, бизнес-кис, я вам сразу дам. Например, человек совершает действие на сайте, например, в CRM. Он, например, заходит в контакт, что-то там добавляет, заходит там в задачу и там производит поиск. У вас образовалась некая последовательность. И после этого он совершает некое целевое действие. Ну, например, он, допустим, там, он что-то покупает, да. А кто-то делает последовательность и долго ничего не покупает. Ну, получается, у вас уже получается набор датасет с набором последовательности. Одна последовательность ведет к покупке, а вторая, сделки, точнее, а вторая, как бы, не ведет к сделке. Вы обучаете рекуррентную нейронную сеть и говорите ей, ну, на этом датасете. И дальше вы даете на вход ей новые последовательности, и система говорит, «Опа, смотри, смотри, этот человек скоро совершит сделку, он готов к ней». Вот вам пример, пожалуйста, рекуррентной нейронной сети и, так сказать, звоночек менеджера, что этот клиент готов. А качество модели вы проверяете на датасете. Если оно хорошее, оно будет хорошее. У вас получается, вы уже готовы к бизнес-информенту, смертельное оружие. Дальше пример рекуррентной сети – это Next Best Offer. То есть, следующее действие. Например, у вас есть последовательность событий, которые совершает покупатель на сайте. Он ходит по каталогу, что-то делает, пишет, звонит, вы собираете эту информацию, а дальше система может предсказать, что он готов что-то купить. В этот момент звоночек менеджера идет, что такая-то последовательность говорит о том, что человек готов расстаться с деньгами. Третий пример – это Next Best Offer. Это вы совершаете ряд действий маркетинговых по продвижению. Создали рекламу компании, заслали последовательность. И какая-то последовательность, допустим, ведет к цели, продажам, увеличениям продаж. Какая-то нет. Вы тренируете систему на удачных последовательностях. И система может, допустим, предсказывать действия, которые ведет к цели. Но там надо порисовать, там куча кейсов разных порисовывается. То есть, этого ждали, и наконец-то появился инструмент работы с последовательностью. Ну, еще пример из простого. У нас есть, например, из математики, несколько последовательств разного типа. Восходящая, нисходящая, там, рандомная. И вы учитесь сеть, и она определяет тип последовательности. Это тоже вариант. Дальше, там, предсказания, там, курсы валют на биржах. Тоже для этого можно использовать. Размер, вопрос, размер для обучения какой нужен. Насколько должен быть для успешного обучения. Смотрите, на самом деле, примеров, ну, вообще рекомендую, чтобы порядки совпадали. Порядок примеров и порядок сети. Порядок параметров сети. То есть, если там тысячи примеров, у вас сеть должна быть с тысячами параметров. Если у вас там миллионы примеров, у кого таких данных мало, а у вас сеть там с миллионами параметров. Ну, число параметров это любой фреймворк дает. Но, смотрите, какой момент. Если вы переборщите, и сеть у вас будет слишком мощная, она переобучится. Что это значит? Это значит, что она просто запомнит последовательность вашу, а на новых данных, которые будут приходить, от цель этой сети работать с новыми данными, она просто будет какую-то фигню нести. То есть, она будет слишком переобучена. Поэтому замеряется в датасете, вы знаете, замеряется качество сети на тренировочных данных и на данных, которых сеть еще не видела. Это делается регулярно, и как только у вас ошибка, у вас будет постоянно падать ошибка обучения, ну, потому что сеть будет запоминать данные, и у вас будет падать ошибка тренировки на данных, которые она еще не видела, проверки, валидационных данных. Но как только у вас ошибка на валидационных данных начинает расти, и растет несколько эпох по вперед, вы тут должны остановиться. Это технология early stopping, так называемая. Она считается очень эффективной, простой и боевой. И вы останавливались, так, до свидания, сеточка. Все, ты научилась. Достаточно. Чтобы эту ошибку валидационно уменьшить, используются различные техники. О них вы почитаете. Это регуляризация, L1, L2, dropout и так далее, и тому подобное. Их много. Это уже, я вам говорил, нумерология и оккультизм начинается. Вы подкрутили, посмотрели, подкрутили, посмотрели. Вот, там всякие апдейтеры, вы выбираете разные. Это уже отдельно. Итак, то есть, начинайте с датасета, который есть. Вот у вас пример тысячи, там, не знаю, у вас пример 100 данных у вас есть в примере. На нем обучите. Сеть запомнит это дело. Разделите на части примерчик. Попробуйте. Даже для небольшого количества данных, маленькая нейронка уже приносит пользу. Данных постепенно будет становиться больше. Вы можете данные генерить. Есть же, для того, чтобы нейронка лучше получилась. Например, есть же способы, когда данные, ну, например, с изображениями, да, берут, например, изображение смещают на пиксель вправо или на пиксель влево, или чуть поворачивают, и считается, что это новый датасет. То есть, у вас обогащается датасет за счет вот этих данных. Можно так сделать. Поэтому данные нужны, конечно, но не паникуйте, если у вас данных мало. Данные, даже с небольших данных, уже вы обретете пользу, вы какую-то часть задач уже решите. А сейчас понимаете, сейчас логи, сейчас веб, сейчас мобильные приложения. Данных будет все больше и больше, и больше, и больше. Вычисление там, бигдата, то есть, вот момент, спасибо за вопрос, кстати. Бигдата, вот, да, была волна бигдаты, да, было интересно там. Понимаете, бигдата, красота бигдаты именно в том, что бигдата, когда ее прогоняешь через глубокую нейронную сеть, рождает ядерное оружие. Вот в чем красота бигдаты. И чем больше у вас этой бигдаты, тем более качественная сеть может получиться на выходе. Вот в чем, как бы, красота. Красота. И сейчас, по времену ГПУ, бигдаты можно тренировать в глубокие нейронные сети, и чем больше у кого бигдаты, тот и на коне. Итак, идем дальше. Вот пример конфигурации сети, пожалуйста. Здесь я просто хочу показать, что это Java. Ничего общесложного нет. Ваша нейронка будет там вот примерно такой. А дальше вы неделю подбираете параметры, которые, при которых она тренируется хорошо. Ну, еще будет, наверное, там несколько тысяч строк кода, которые обрабатывают входные данные. Ну, там что нужно сделать? Ну, у вас есть данные. Надо их обработать, причесать, там убрать лишние, там какие-то мусор убрать, там ошибки скорректировать. То есть, векторизовать их. Ну, это простые операции. Там любой программист сделает, любой веб-разработчик. Ну, там дальше надо данные засунуть с тензора. Я вам уже объяснял, что тензоры нужны. Ну, чтобы быстро матрицы обсчитывать. Ну, убьетесь без тензоров. Да, можно на PHP, в принципе, нейроночку обучить. Да, массивчик данный залил, дабл и посчитал. Там математика простая. Но это будет долго. Зачем время терять? И так у вас, даже на GPU нейронки считают часами. Поэтому вы должны все это просто привести в тензор. Вот пример нейронки. Практически, практически, как бы, ну, как бы, ну, что тут сложного? Ну, создали сеть, ну, там, взяли там оптимизационный алгоритм стахастический градиентный спуск. В принципе, это единственный алгоритм сейчас наиболее популярный. Есть там всякие, несколько других алгоритмов, но они медленные. Ну, короче, берете, как правило, его. Дальше. Learning Rate. Это скорость обучения. Это самый главный параметр в нейронных сетях. Начинайте с маленького, потом его постепенно увеличить. Зачем увеличить, чтобы быстрее училось. Все. Дальше, Updator. Ну, Updator. Их есть несколько, но из популярных, ну, вы можете взять самый новый апдейтер, который есть, ну, там, считается, что Adam самый, так сказать, продвинутый. Но он не всегда работает, поэтому, вот, RMS-проп иногда нам хорошо работает. Иногда просто Adagrad, например, используется. То есть, нельзя сказать, что какой-то Updator лучше. Вы сами смотрите. Дальше вы набиваете слойчики разной ширины. Ну, инициализация весов, ну, там тоже скопипасте откуда-то, это не проблема. Функцию активации выбрать. Тут выбрал Relu. Ну, Relu, в принципе, сейчас рекомендуется как основная функция активации нейронной сети. Она быстро считается и не страдает недостатками. Раньше использовали гиперболический тангенс, а еще раньше использовали сигмоид. Я думаю, сейчас у вас кровь начинает зушить. Короче, не парьтесь. Берете вот Relu или там скопипасте откуда-то и тренируете. То есть, не умничьте здесь. Это не надо проваливаться, вы просто убьете сейчас детали. На выходе ставите, ну, например, для Softmax, это когда у нас идет предсказание там мультиклассовая классификация, Softmax используется практически всегда. Вот. А функция стоимости негатив, лог-лог-худ или мультикласс калорус-энтропия какая-нибудь. Короче, опять-таки, берете просто, спрашиваете на форуме, вам говорят и все. Вот, кстати, в Deep Learning 4G есть классный форум, где можно эти вещи задать и вам помогут. В Tenderflow тоже можно спросить, в сообществе, вам быстро помогут. То есть, вы это один раз узнаете, записываете, а дальше неделю занимаетесь оптимизацией параметров. Я к тому, что не думайте, что это так важно. Это важно для того, чтобы диссертацию написать, для того, чтобы не рынок обучить, важно просто работать. Вот вы будете неделю страдать реально фигней, вы будете подбирать параметры, вы будете ждать упорство и свою дубину из рук не выпустите, да, вы достигнете результата. Поэтому я заканчиваю, я всем желаю хорошего настроения, удачи, вот, вопросов тут объемвации, тут написали, ну, я сейчас, вот, желаю всем хорошего настроения, удачи, и не бойтесь, и начните заниматься. Тут главное в этом, это упорство и желание победить, и все. Математика, если вам будет нужна, познакомьтесь потихонечку, с чайным кофейком в свободное время, но поймите, нейронки, прежде всего, это инженерия, это империка, это твердая воля и бодрый дух. Спасибо всем за внимание. Итого, пишите код сразу, не надо читать книжки, пишите код, берите готовые примеры, разбирайте их, спрашивайте на форумах, не бойтесь, как можно больше экспериментируйте. Обязательно тестируйте качество сети, это самое важное, это чтобы сеть работала хорошо, не хуже, чем чем... А, вот момент, я хотел сказать. Если у вас мало примеров, дипленинг будет работать хуже человека, но уже пригласит свою пользу. Ну, там, тысячу примеров, там, десятки тысяч. Если у вас миллионы примеров, дипленинг может стать не хуже, а даже и в чем-то лучше человека. То есть, чем больше примеров, тем качественная модель. Если вы хотите работать лучше человека, то вам нужно много данных. Но, если вы хотите замечать чем-то человека, в принципе, достаточно небольшого количества примеров, и уже будет бизнес-результат. Не усложняйте, прошу вас, не провалитесь. Вы, наверное, поняли, что я, как бы, в деталях многие вещи из дипленинга могу объяснить, но я вам еще раз призываю, не лезьте в дебри, сойдете с ума, не нужно. Как больше, просто экспериментируйте больше и спрашивайте. Так, и скажу вам, что надо экспериментировать, потому что из 10 моделек там у вас какие-то взглядят, какие-то нет. То есть, остается вам 2-3 модельки, которые там можно, это известный факт. И вот справа, пожалуйста, справа вот схемочка, опять-таки, это вот архитектура сети, которая есть, известная, да. Вы, как бы, надо потихонечку привыкать будете, начните с простого, и потихонечку, потихонечку, для разных задач, возможно, вам какая-то архитектура из этих пригодятся. Эту презентацию скачайте, вот это вот, в большом разрешении, эта диаграмма есть, распечатайте, повесьте на стену, на стену, повесьте на стенку. Полезная такая штука вообще, вот, чтобы ориентироваться. Но опять-таки, не зацикливайтесь, видеть за деревьями замечательный лес, пожалуйста. И понимать, что это практически пророклой инструмент, который можно развернуть за минуты, запустить, взять готовое решение, тренировать. А когда у вас это будет работать, и вы захотите, чтобы это работало на несколько десятков, именно процентов лучше, вы можете пригласить эксперта, пригласить математика, питаниста, там, человека из Data Science, он сядет вам, там, улучшит это все, понимаете? Но тогда у вас уже будут, там, 20 моделей в продакшене, нейронов, и вы приглашаете специалиста. Вот тогда он вам, тогда он вам поможет. А просто приглашает специалиста еще, он нам на плате что-то сделает, а как вы это в продакшене выставите? На чем это будет крутиться? Как это на сайте будет крутиться, на сайте Битрик? Как? Вот. Поэтому, гордитесь тем, что вы разработчики, гордитесь тем, что вы веб-разработчики, что вы инженеры. Это очень важно, что вы быстро можете вывести решение в продакшен. И как можно быстрее нейронки выводить в продакшен. У меня все. где взять ссылки на материалы вебинара? Ну, ссылки там, вебинар есть. Я ссылочки давал там слева внизу странички. Вот. Ссылки скачивайте, смотрите. Вы можете написать мне, вот, email, пожалуйста, запишите. Мой email, тритер. Задавайте вопросы. Я вам объясню. Я не математик, но я инженер. Но я, как бы, в этой области кручусь. Уже несколько лет, довольно серьезно. И то, что я знаю, я вам отвечу, как бы, или скажу, где можно почитать, или направлю на какой-то форум, да, где могут помочь, подсказать. Вот. А вопросы там по инженерии, как бы, по продакшену, это, конечно, задавайте, по хайлоуду, там, по тензорам. Я тут, как бы, больше вам могу помочь, или подскажу, кто может помочь. Вот. Вот. Если у вас, не знаю, какие-то вопросы есть, но какие-то страшные, там, не знаю, тайные мысли, там, а, не знаю, какие-то теоретические, вот, какие-то мучают вас вопросы, там, уровня профессора, там, а, там, допустим, там, тонкости работы, гардиентного спуска, там, там, умножение матриц, там, какие-нибудь, знаете, там, тоже пишите мне. Если я встречал ответы, или я в чем-то разобрался, я вам помогу. Если я не помогу, я порекомендую людей, там, с которыми можно пообщаться, там, как-то, или консультант, какие есть, которые, там, вам серьезно объяснят. То есть, вы поймите, есть некоторые вещи, чтобы понять, почему это работает. Их очень сложно объяснить на пальцах, и лучше, как бы, не знать, как это работает. Просто реально сложно объяснить. Всякие, там, всякие афинные трансформации, там, их без линейной алгебры сложно объяснить, а линейной алгебры сложно объяснить без, там, без, не знаю, Аналитическая геометрия в чем-то, допустим, да, она там, ну, то есть там такие стуки начинаются, да, там, надо, как бы, вспоминаешь теорию, институт, и начнет болеть голова, и оказывается, что там, в общем, надо книжки читать, там, пока струнзачек не решишь, не поймешь, поэтому, вот, просто можно отчаяться. Поэтому лучше ищите людей, кто может просто на словах, там, объяснить, там, это курок, это мушка, это стреляешь, короче, это патроны, все, чувак, этого достаточно для жизни. Спасибо. Так, ну, что еще? Вопросы. Где взять ссылки на материал вебинара, презентации? Где скажи презентацию? А там, на сайте вебинара должны выкладывать презентацию, как обычно. Вопрос, есть ли в облаках площадки для поднятия, да, есть дипленинга, есть площадки, в Амазоне, в Microsoft, в Azure, либо сейчас хостинги предлагают с аренды ГПУ, пожалуйста, поднимайте. Сейчас просто ищите по слову ГПУ, и, как бы, вариантов много. Вот. И еще, смотрите, момент, я забыл об этом сказать, я говорил о бигдате, дипленинге, это, я еще раз хочу на этом моменте остановиться. Дело в том, что вы должны уметь и с бигдата работать, и нейронки обсчитывать, причем это делать в одном флаконе. А как это сделать? Бигдата у нас, это в основном Spark, Hadoop, Java какая-нибудь, да, MapReduce. Вот. И, как бы, если у вас нейронка рядом на Java, то фактически у вас все задачи решены. А если у вас нейронка на Python, а бигдата на Java, то вам надо будет сначала обработать на Java, на Hadoop, и потом это выгрузить в Python, а потом это выгрузить куда-нибудь обратно в production. Понимаете, сколько возникает подводных камней, поэтому это сразу надо иметь в виду. Готовое решение не даю, но вот дипленинг 4G мне чем нравится, тем, что это все в готовом флаконе, и ты одновременно к Spark можешь подключиться и так далее. И Java довольно простой для изучения языка. В этом, конечно, но с другой стороны, большие минусы, что в Python много примеров, куча там математических форм уже реализована, да, всяких, то есть там всякий Sky-Fi и так далее. Но, тем не менее, не надо бояться. Математика, я вам говорю, математика у вас будет 30 строк, а кода будет 2000 строк. И поэтому делайте выводы сами. Коллеги, по поводу, будем ли проводить... Если вебинар понравился, вам интересно и вы хотите продолжения, напишите, там есть контакты девочки, которые за вебинар отвечают, ну, либо мне напишите. Вот. И темы напишите, я постараюсь подготовиться. Но, опять-таки, какие-то дебри математические я вам не смогу осветить. Это нам и не надо. Мы будем общаться в прикладном. Это Big Data, это Production, это работающие архитектуры нейронок, это работающие конфигурации в таком виде, чтобы взять готовое, чуть настроить, обработать, вложить в Production, обучить и все, получить там прибыль, решить бизнес-задачу. В таком духе. Теоретические вещи, ну, вы пишите, если что-то интересно, мы подумаем, может пригласим компетентных коллег из академического сообщества, которые смогут уже там детально объяснить, там, с формулами, там, с графиками, с матрицами, все, если интересно. Ну, вы пишите, да, посмотрим. Так, коллеги, спасибо вам большое, желаю хорошего дня, хорошего настроения, бодрости духа и успехов вам в области обучения нейронных сетей. До свидания.